всем привет меня зовут даша и в этом видео я расскажу свои вязальные новости которые произошли за что долгое время пока меня не было извиняюсь что я надолго пропала но не было больше на ранее было желание то что время как бы найти можно всегда но я была отвлечена на другие невязальные события поэтому пропал и здесь в instagram прям тут не хотелось короче я вернулась и вернулась я так и не показала в прошлом видео я в конце посидела в этом джемпере мне сейчас жарко кстати в нем очень в этой лопопейсе и она была тогда еще не стирана а сейчас она уже постирана даже уже не один раз потому что я ношу ее ее лопопейс ну вот прям через день и каждый день я просто просто балдею от нее потому что она мягкая но вот пряжа кент кто вязал из кента это просто не знаю до и после этого это вот то что я люблю вот это волшебство преображения она конечно она она полотно из этой пряжи мнется но как бы быстро разравнивается и закатывается закатывается не так что прям паутиной покрывается но вот катышки все-таки есть потому что я ношу его под куртку под пальто да и куда деваться закатывать и вытягиваются здесь локти потому что рукава узенькие и естественно куда прям полотно деваться придется вытягиваться ешь согнутыми локтями хожу сижу вот но я все прощаю этой пряжи она такая мягкая во первых она разровнялась естественно да после в т.о. и вот я сейчас поближе покажусь петли вот прям между собой под цеплялись но очень мне нравится вот это другая пряжа желтенькая ну тоже носом горочка она очень классная на кстати сейчас более-менее когда только первый раз постирала она такая лохматая была у него такие лохматые плечи грудь и спина как у старого армянина но ничего она все равно под закатается немножко если кто-то не знает то на этот на эту лопопейсу я делала подробнейший мастер-класс снимала ну как бы мастер-классе просто вязала и рассказывала как я это делаю там у меня по моему 5 что ли частей видео в этом в плейлисте свяжем свитер с круглой кокеткой он как-то он так называется я оставлю ссылку на весь плейлист не на отдельный видео и короче я очень очень довольна она это пряжа усаживается после стирки рукава были прям вот в гармошку собраны а сейчас вот они вот прям и усаживается и в ширину и в длину так что нужно вязать образец и учитывать именно вот усадку кто-то в этих процентах считает на сколько процентов усела полотно а я вот считаю именно сколько петель рядов после этого уже тогда рассчитывала но только кокетку уже вязала от фонаря интуитивно и что еще я могу сказать а еще я вот все таки сделала бы поглубже еще горловину да потому что мне немножко иногда душит это хоть поправляют но если бы я еще не было сутулой может она нормально было себе вела но вот горловину я бы все-таки сделал больше этих поворотных рядов а так я вот прям на много много процентов довольна этой вещью вот наконец-то у меня плечевое изделие я их так боюсь это не знаю как все время что подойдет а сейчас я не так уже боюсь я думаю пусть лучше будет больше а там уже такой ну главное чтобы пряжа была такая что могла бы поместиться там под куртку или что сложится с вкладками а так вот больше все-таки не меньше это я рассчитывала что она будет шире но прям овер оверсайз она небольшая как бы здесь получилась свобода облегания но ничего вот резинку как я и ожидала пряжа не держит вот я ее не растягиваю да у меня стянута что что стягиваю что растягивали резинка тут не несет той функции которую несет название резинки она здесь так только вот здесь вот тоже на рукавах резиночка вот так что если хотите чтобы резину изделие было стянуто то нужно либо меньшие петель на резинке вязать чем на основном полотне и либо брать прям вот конкретно меньший размер спиц но куда же уже меньше если мы так подваливается да это будет дерево деревянная резинка вот вроде бы все сказала что я хотела сказать если что-то не джемпер да я вот у меня есть такая вот гребеночка гребешочки я купила и и в оффлайн-магазине девчонок спрашиваю нас когда встреча была вязать здесь николай где заказать можно вот этот вот гребешок гребенка как он там называется вот это когда шучивает катышки потому что у меня есть машинка которая именно сбривает да ну зачем это пушистенькая пряжа мне ношу но она пускает пушок не для того чтобы я его сбривала вот они говорят так в бурде еще заказывать а у нас то место где мы где у нас встреча обычно проходит так крем-сода как раз вот соседнее здание с этой бурдой и я зашла и купила там что-то не помню то ли 40 гривен она стоила вот и катышки вот эти появляются я их счищаю прям вот этой сухой конечно не очень приятный мы сын и моя сестра бы сейчас мурашками покрылись но зато вот нету вот этого бреющего механизма пощухивал пощухивал все и катышков как бы нет и пушок есть остался так что я еще хотела сказать я хотела сказать что мы ездили снова в краснодарский край и пересадка у нас была в харькове с автобуса в общем у нас обратно когда мы ехали целый день у нас был в харькове свободен с момент как мы вышли с автобуса и вот до того момента как нам надо зайти в поезд мы значит сможем гуляли-гуляли а я сама думаю у меня харьков ассоциируется с магазином пряжи явно или я была там то не было как бы так сказать а он лишь мне начинает бурчать волатые лизульки это куча пряжи гуляли мы гуляли смотрю вроде в настроении тут магазин пряжи еще такой есть который я бы хотела навестить по какому адресу я быстрее в интернет полезла к ним на сайт посмотрела адрес вот и вот такой там что-то сумская не помню какой он посмотрел по навигатору говорит о так это же рядом пойдем я пойдем а сама от не радуюсь специально наружно потому что боюсь спугнуть пошли мы значит в этот магазин ярно я думала кто-то из знакомых будет еще на которые приезжали на маркет к нам но знакомых лиц не было поэтому да и не никогда было разыскивать знакомые лица пока муж настроение а до того как зайти я смотрю там кафе рядышком говорю пойдем кофе попьем думаю ну чтоб не голодный не злой шел туда магазин нет говорит давай уже разделаемся с твоей богадельней а потом уже пойдем кофе пить ладно думаю не прошло вот зашли в магазин он конечно не небольшой как в киеве там сколько у них три зала но и у меня плюс не было времени чуть-чуть походила походила думаю так пока пока меня отсюда не вытащили потому что муж тоже заходил в этот магазин и говорит что и бог кроме хлопковой нити для того чтобы отбивать мел но у них по работе там ему нужна была хлопковая ниточка они намеревают и вот сюда там отбивают на металлик ну короче такое я же думаю так чего взять чем взять время на раздумья было мало и я увидела пряжу в матках тобиас я уже давненько засматриваюсь на эту пряжу у меня слюна по ней бежит я видела ее бобинную пряжу это тобиас но что-то как-то не решалась и ну не то чтобы не решалась у меня действительно много достаточно пряжи для того же есть из чего вязать вот а тут думаю такая такая удача такой момент надо ловить вот так это у меня уже последний моточек остался вот так выглядит моточки они такие класснючие вообще короче я увидела вот этот чудо думаю так все не буду больше ходить думать надо брать вот такая этикеточка ярновская тобиас что тут у нас 40 процентов альпака 8 процентов шерф 32 процента вискоза и 20 процентов по 50 грамм 150 метров 50 граммовые моточки я взяла 6 . так если нужно номер цвета они в принципе все ну как бы разные его можно и так найти но на всякий случай номер цвета 92 811 партия 1 хотя вам партия не надо так спицы здесь рекомендованные 3 4 я вязала на 4 с половиной вяжу точнее связываю последний моточек а связала обратит сначала еле померила эти ряды и петли потому что он пушистый такие крапинки вот лицевая сторона и знака и начала вязать начала вязать по программе опять дашины них одни сходила не заморачиваться не 7 тем более этой пряжи не нужны не ну как по мне никакие не узоры не араны не косы не не знаю ажур но я увижу эту пряжу в лицевой глади как и любой другую впрочем я значит по опять подашенной программе до про которую я говорила сделала расчеты за меня эта программа точнее и я короче вижу реглан с немного удлиненной линии до реглана не прям под мышкой чтобы он много удлиненный и такой свободники ну пока он свободники не знаю после стирки чтобы мне вот важно главное за меня программа посчитала саму линию реклана где-то прибавки-убавки развороты и так далее а дальше рукава туловище это я уже думаю сколько будет меня пряжи всю извяжу чтобы меня во первых не было остатков и вообще как бы и я связала набрала на этот преминый напор а у меня оставалось мне даже принесла вот такая ниточка это от мафил она как то здесь у меня на телефоне сильно красная она более такая чуть-чуть фиолетовая я с этой пряжи вязала шапки и у меня вот остался моточек небольшой думаю пущу его на этот дополнительно вот этот ниточка броса и мне так понравилось это сочетание вот такое бордовая с этим серым а у меня чуть-чуть совсем этой пряжи осталось я думаю он бы пустить его на какую-то ну как бы сам свитер то просто вот лицевая гладь и лицевая гладь да а на отделку мне хотелось вот такой цвет мне вот ну столичка совсем что там его не хватит ну разве что на манжет там рукава и все и я решила хотя бы похожую сделать из того что у меня есть у меня мобильные пряжи ну не тонны конечно но и есть в запасах и я нашла себе похожие цвета и накрутила вот такой клубочек он опять бордовый прям он более такой холодный оттенок а вот на камеру прям теплый притеклый и он один в один вот буквально один в один с этим цветом может на камере не так но у меня то вот только плетение естественно разное здесь она там скручены перекручены между собой ниточки а у меня вот просто они это ну блин почему у меня на камере то разное на одинаковые вот и я связала сначала два мотка у меня ушло на кокетку до подрезов и еще пару если не полтора ряда вот на туловище на корпус на все рукава я отделила и как раз у меня закончился здесь моточек на этом корпусе я думаю сначала свяжу рукава и потом уже оставшиеся пущу на корпус сколько будет столько будет и раз уж я мне понравился этот цвет как раз я вот думала пока вязала сочетание цвета до вот этого серого с бордовом накрутила и решила связать рукава мы не знаю мне короче по ходу что придумывалось такие здесь не резинка в конце а вот просто лицевая гладь и я думаю даже я не расстроюсь если она будет закручиваться мне и после стирки вот здесь в этот рулик закатываться ну закручиваться на рукава они такие приспущены идут вот здесь до этого до манжета да ну короче я потом в следующем видео наверное я вот прям довезу скоро прискоро и в следующем видео покажу как он на мне сидит сам попрошу если она никуда не уедет пофотографировать а кстати вот этот джемпер оксана мы с оксаной фотографировали я где-нибудь ставлю может уже до этого ставила фотографии такие прикольные получились как раз солнечный такой денечек был правда чуть морозненький но все равно мне было даже не сильно и холодно руки только задубели вот один рукав и второй рукав и и теперь мне нужно придумать петли по я не помню сокращал или не сокращала до сокращала по-моему я одну провязывала во вторую третью вместе 2 ой 4 5 тоже 2 вместе короче вот тут сократила там себе и на меньшем размере спиц плюс еще вязала это я на прям плотно-плотно по запястью лежит я надеюсь у них и сядется у меня после стирки ничего влезу так и вот теперь мне надо придумать еще горловину как мне этим делом обыграть тем более что она широкенькая я хочу чтоб она немножко вот ней лодочка была вот чуть-чуть сюда ну короче тоже вот вот этой вот пряжей сделаю что-нибудь придумаем и и внизу тоже посмотрю вот такой размера и вот этот достался моточек как раз я думаю может сзади провязать укороченные ряды чтоб сзади было чуть длиннее спереди покороче ну немножко так не не сильно он такой мягкий вот так приятно вязать что это я вот 5 этих мотков вязала я больше ни на что не отвлекалась вообще только вот это вот вот этот джембер и я уже прям прям хочу его носить кумир мягенький вообще покупала как я сказала жильяр не я оставлю ссылку на магазин я на а может и на этот найду пряжу тобиас вот это показала дальше поездку я с собой брала носочные только спицы у меня три этих наборчик ну как наборчика три не пары их там по 5 штук блин как же их сказать короче три размера этих носочных спиц 2225 и два с половиной от лекки магазина креатив шоп и я их столько с собой брала эти носочные спицы чтобы не брать собой эти наборы чай бушные вот и думаю повяжу носки одни носки я связала из пряжи дропс морд она давненько у меня уже лежала они сейчас правда у меня влажные вот на блокаторах одесса вяжу дружно хорошие носочки получились но великовато мне кажется ну то такое великоватый сваляет он такой лохматенький этот дропс морд получается после стирки такой прям вообще не нам не нравится когда на с кофту вообще красота а вязала по описанию иры у нее вот этот вот только я не не вышивала эти горохи потому что я немножко не не совсем по описанию вязал уже во первых по моему метраж отличается от пряжи по моему здесь же в норде не 420 не 400 метров 100 граммах поменьше вот соответственно начать потолще но и плотность у меня кстати на носочных спицах я вот обратила внимание что я вижу более рыхло чем на этих ну вот допустим magic book до методом а носки получились разные ну это одна пара но такие наоборотные рыженькие зелененькие прикольные уже пару растирала но пока только руками думаю видео сниму потом уже будут экспериментировать машинки то здесь сваляются там нечего будет показывать еще я брала с собой пряжу которую купила у они у меня этикетка еще и вспоминать вот такая cascad yarns heritage это носочная пряжа но она очень приятная шелковистая такая прям вообще не все у меня еще моточек был синенький а я в этот раз купила такую светло-серый давно на него заглядывалась а тут они с месяц назад устроила как бы акцию в помощь но она продавала пряжу там день пару дней не знаю в помощь одной вязальщицы у которой там были проблемы с со здоровьем мужа и короче ей нужно было как-то собрать какую-то сумму вот и я купила эту пасмочку я стал у меня по-моему где-то даже есть фотография из фотографировала в виде пасма а потом в виде моточка у меня с собой моталки не было и я мотала на вот это вот что-то картон какой-то скрутила и аккуратненько смотрела хотела связать и уже начала вязать митинги метенки наверное правильные все-таки говорит которые видела у наташи холодильной она когда приходила как-то на встречу на раз год назад не помню и даже на мне фотографировались эти метенки и они такие классные она их по-моему не у рыженькие они такие были со скрещенными петлями и вот это вот там узорчик такой ну блин мне так понравились вообще там правда описание на английском я там наташу немножечко потерроризировала вот потом вроде все поняла но что мне не понравилось или надо было там два размера в этом описании поменьше и побольше у меня рука худенькая поэтому я решила взять размер поменьше но мне не понравились я не знаю может надо было по-другому прибавки делать или что-то как-то или надо было спицы все-таки наверное надо было взять размер побольше и и спицы не 225 а двоечку тогда было бы аккуратнее у меня по-моему одна фотография только была в поезде когда мы ехали из фото процесс ну я не знаю хорошо видно или нет вот я решила думаю чего потом сейчас свяжу а потом буду корить себя за то что испортила только пряжу классно распустила и решила переждать переждать и потом перевязать не станет вернили с этой пряжи или уже попробовать с этой пряжей перчатки еще никак за перчатки не возьмусь что-то мне как-то страшненько не знаю вот распустила и недавно вот буквально вчера связала женьки варежки потому что я и до этого взяла варежки там они с этой цепакой короче пушистенькие были есть сильно не жарко у меня прям рука мокрая везет блин у меня вечно руки ледяные у них у всех теплые забрать мнение не варежки не греют они без варежки ходят я решила связать ее варежки не но не такие сильно теплые мне в этом в подарке на встрече вязальщицы попался подарок от оксаны и она вот там было подарочки вот это вот пряжа носочная регия с люрексом вот я хотелась чашеньки носки связать но опять же она носки не носит дома она все себя снимает что только можно снять и вот так бегает и я думаю ну и хорошо свяжу я носки и что дальше и что они будут лежать и я решила связать с этой пряжи варежки но она эта пряжа она не колючая но он такая шершавенькая вот и поэтому на запястье я решила вот эту пряжу пустить это точно такая шелковистая прям что нож и здесь не не кусалась вот связала манжетики с этой пряжи и вставлю потом в кусочек видео то что она с собой забрала эти рукавички не знаю будет она их надевать или нет сейчас остальную рукавичку с этой пряжи так прикольно получилось или когда стирал она сначала такая кривая петли очень кривые она во-первых закручивается вот я вижу и с какой бы стороны я ее не не разматывала она вот нитка прям мне кажется значит даже начинает вот все она начинает закручиваться и петли такие себе были неровные мягко говоря вот а я когда постирала ну начала стирать намыливать и она примут мягкая мягкая стала вот это мне нравится вот и варежки такие мягенькие стали но не шелковистая она не стала шелковистой такая шершавенькая суховатая и осталось но мягче стал и петли вроде как выровнялись и сильно не рассматривала потому что мы сразу утром убежали вот они варежки резиночка стойно сочной пряжей каскад yarns она очень такая нежненькая прям шелковистая а это вот с люрексом пряжа та самая носочная регия пальчик то что что-то тут кто-то косяк надо будет зашить мимо этой что ли принесла или уже же не одета за дергала здесь вот этот тип анатомические которые до прибавки дело в каждом третьем ряду прибавляла потом в каждом втором чего прибавлять и вот не самого краю я делаю прибавки а три петли и отступала от краешка воду край и здесь здесь точно так же только с другой стороны вот тут они меня просто сохли вот так вот поэтому палец вот так вот лежат левая правая теперь мне нужно чем-то их украсить во первых чтобы сразу было понятно где правая где левая во вторых чтобы повеселее было не знаю или помпончики какие-нибудь сделали вышивку петля в петлю может какую-то или какую-нибудь объемную не знаю я сначала хотела вязать узором не лицевой гладью думаю сколько можно лицевой гладью вязать кем-то узором надо уже провязать сделала узор из вытянутых петель начала начала провязывать вот эти вот идеи ниточки такие прям сверху до полотна но учетом не но не пошло вы что-то так медленно потом я запуталась а потом думаю вот эти ниточки торчат а в варежках она тоже я эту варежку косячную беру будет гулять где-то за день это все и нитку дернет они короче будут мешаться цепляться потом взяла узором такие ромбики с изнаночных петель до теневой узор тоже начала вязать короче мне не понравилось она как-то рыхло получалось я думаю гладь меня это лицевая короче поработила какое не возьми пряжу я все время ту лицевую гладь перехожу вот самые самые короче простые варежки такие но они есть главное вот рукавички дальше что а я еще связала шапки мы когда ездили в краснодарский край вот мне надо было одной семье связать шапки и одну шапку я я круче видео сейчас ставлю но я не помню в какой последовательности я показывала их забыла короче снять не забыла поленилась честно снять на видео что там получилось и не помню в какой последовательности там когда уже приехали я обучила всем все подошло вот почему так когда мне дают размеры именно там головы там не знаю чего и просят связать у меня во первых я вся в муках вы не знаете короче меряю меряю измеряю там вижу образцы и все равно она не то по размеру мне приходится перевязывать когда меня никто не предупреждает и когда я вижу сюрпризом особенно все получается прям вот ну идеально хотя я думала что для самого младшего шапочка будет великовато ну вообще отлично села короче я довольна вот и я уже вручила вот какой нет нет дайте я еще ведешь не сняла на видео и я вставлю кусочек там одну шапку я привязала еще до этого но потом довязала к ней отворот серая мужская потом одну шапку я вязала такую как у женьки кораллового цвета на которую у меня есть мастер-класс но там в мастер-классе она без отворота а я что-то на отворот или не потянул я связала с отворотом и одна шапка по аниному мастер описанию ани русанджик вот это чешуйка и одна шапка бордовая такая у меня была бордовая пряжа такая я толстую шапку вязала вот у меня оставалась пряжа и я связала просто вот резинкой и еще какую-то ниточку к ней добавила и она просто вот как бенни такая удлиненная получилась резиночка т.к. что еще еще а еще мне просили показать вот в этом джемпере изнанку вот там где я вышивку делала я конечно покажу изнанку на слабонервных просьба отвернуться я скажу когда вам можно поворачиваться потому что мне стыдненько все отвернулись кто не не терпит ужасов вот она изнанка у меня протяжки ниточки ну этих старалась прятать аккуратненько хвостики а вот эти вот протяжки которые между ну в рисунке они неизбежны да вот они по оставались все можете поворачивать тоже мягкий мягкий ну блин как как-то сын его еще пока не носит не то было прям тепло 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 сейчас объявили карантин и в школу он не ходит а на улицу просто когда ходит там гулять или куда-то мы идем он под куртку надевает просто футболку и приходит потом домой мог куда ему с кашемиром вот поэтому когда наверное чуть наоборот потеплее станет можно будет надевать куртку более легкую и под нее тогда уже этот свитерок не знаю но не свитерок а джемпер но такое вообще классничий красоту вижу прям не могу хоть медаль себе выдавать так еще не предложили эти короба этот какой там стоит не коробочка корзинка такая мне предложили в instagram написали в директ на обзор пряжу магазин я оставлю ссылку я я еще не выучила название этого магазина но я сделаю обзор отдельное видео на обзор этой пряжи и там тоже будет ссылкой и название этого магазина что-то там трико что-то там вот такой цвет я выбрал там кстати прикольные цвета я еле-еле выбрала еле определилась же не просила она короче тоже металла сметалась говорит мам я не знаю мне все нравится выбирай сама я выбрала белый и вот такой темный изумруд по моему он там назывался вот я никогда из трикотажной пряжи не вязала я вязала только знаете с какой трикотажной пряжи когда сама эти футболки разрезала еще лет десять назад вот с такой вот прям именно трикотажной пряжи не вязала она такая я не знаю какая она говорят есть там мягкая и жесткая я не знаю какая это то что не сравнивать не с чем но вязала и крючком вот эту корзиночку я первый раз и зала вот этим узором который там сам этот сам столбик до крючок этот втыкается вот плотность конечно что крючком что спицами я не могу крючок у меня самый большой был 6 но шестерка до 6 миллиметров я был самым большим вязала донышко обычными столбиками без накида а это вот вот этими косичками я думала у меня руки отвалятся как вы вяжете как девчонки вот вяжут на заказ вот такие корзинки божие я не знаю что из чего сделаны ваши руки это и пальцы я думала у меня этот когда на спицах вязала проталкивала потому что ну как бы пряжи скользкая плюс я пыталась плотно вязать вот и проталкивала пальцем эту спицу и у меня мозолька будет на пальчике вязала на десятке рядность конечно плотность капец ну уж что есть начала вязать просто вот от фонаря набрала этот набор джуди вот этот магический да и просто начала вязать я даже не знала что это будет не не читала сколько там петель чего ну просто вот как бы от фонаря набрала и начала вязать а потом решила что это будет сумочка же не а еще они не слайд помимо вот этих двух моточков а такое сердечко это как бы донышко вообще уже я попросила на клапан его пришить сюда не знаю верно я так и сделаю все таки ребенок попросил я наверно даже сделаю так чтобы ногу вот так выбирала вот будет сумка вот такая сердечная такое себе конечно ну попросила надо будет лицевой гладью резала а тут уже платочной вязкой вот прикольненькая такая немножко тяжеловатенькая ну как и как и вся вот это трикотажная пряжа ну изделие из трикотажной пряжи рюкзаки девчонки я не знаю как их таскают такой вот и что еще она и в процессе очень медленно но движется мой платочек этот я показывала по моему начало в прошлом видео начало этого платочка сейчас уже провязала надо опять вот сейчас 100 лезда вижу и возьмусь за этот платок вот такие ромбики прикольные и кстати если видно переход цвета внизу темнее а вверху уже светлее идет ниточка да я тем не показываю а вот светлая сторона светлая сторона на светлой стороны она еще эти краешки сжаты ну потом после стирки все если я сейчас его не распущу нечаянно все станет на свои места вот вроде бы и все пока что буду пытаться возвращаться на канал сниму видео и как разгонюсь как я всегда планирую а потом куда-то пропадаю вот спасибо всем большое за просмотр и я надеюсь что я ничего не забыла рассказать а если забыла то расскажу потом или в комментариях не спрашивайте если я там чего-то не недорассказала какой-то там метраж или состав вот спасибо всем большое за то что вы меня еще до сих пор смотрите если вы досмотрели до этого момента особенно все постараюсь надолго не пропадать всем спасибо и пока а а